Тяжёлый труд. Таким ещё недавно был процесс выращивания овощей. Рассаду высаживали в грунт, бесконечно поливали, подкармливали навозом, укрывали целлофаном от избыточных дождей и солнца, опрыскивали ядохимикатами от вредителей. Пустые плеть вяло плодоносили, но к концу августа начинали болеть, гибли и отправлялись в компостную кучу. И так из года в год. Сегодня процесс производства овощей и салатов на законы природы не ориентируется. Он полностью компьютеризирован и просчитан. Его можно сравнить с авиастроением, когда вы точно знаете, в какие сроки, какую модель и количество самолётов вы получите. Современный агрокомбинат. На своих предшественников 20-летней давности он похож разве что формой теплиц. Цеха для выращивания овощей из стекла, бетона и стали. Высотой в 4 метра вместо привычных двух. Никаких грядок и ручного полива. Первое впечатление. Томат или огурец растёт в воздухе и от корня опутан проводами и шлангами. Вместо леек – капельницы с автоматическим управлением. Вместо земли – целлофановый брикет с искусственной ватой. Это называется гидропоника. Гидропоника – метод выращивания растений без почвы. В твёрдом субстрате или питательном растворе. В переводе с греческого – гидра – вода. Поника – работа. Здесь вы видите субстрат для выращивания, на котором растут наши томаты. Субстрат называется минеральная вата. И кубик, на котором растёт рассада, тоже из минеральной ваты. Поэтому, ну, чем лучше, например, минеральная вата в данном случае для выращивания такой интенсивной технологии, это в том, что здесь очень хорошая корневая система. Растение оптимально снабжается питательными веществами. Поэтому оно растёт и плодоносится лучше. Минеральная вата – это не заменитель почвы. Это ёмкость, где крепятся корни растений. Для одного саженца её нужно максимум 8 литров, вместо 30 литров привычной земли. Вату не надо вскапывать, рыхлить и пропалывать. Главное её преимущество – стерильность. Соответственно, в ней нет болезней, вредителей и сорняков. Раньше в агрохозяйствах накануне высадки рассады почву обязательно пропаривали. Накрывали плёнкой, подавали под неё пар, прогревая грунт до 80-90 градусов Цельсия. Представляете, какие это энергозатраты, чтобы убить как раз вот все болезнетворное начало. Есть, конечно, и химические методы борьбы, опять-таки, во внесезонный период. Но они более опасны для человека и менее действенны. Корням в вате уютно. Эта минеральная губка идеально впитывает влагу, за счёт которой развиваются растения. Поливают саженца не обычной водой, а специальным питательным раствором. Все ингредиенты смешивает компьютер. Дозировки строго по формулам и выверены до миллиграмма. Доставка раствора проходит по капельным трубкам, индивидуально каждому растению. Причём настолько равномерно, что в любой точке теплицы эта доза, норма вылитая, будет везде одинаковая. Заданная агроном. Ещё одно преимущество компьютера перед человеком – то, что он как врач на разных этапах выписывает растениям нужные рецепты. Это как младенцу сразу после рождения необходимо много белка и кальция. Чуть позже – в приоритете витамины. Так и с растениями. Во время роста ботвы им нужно больше азота. Во время цветения – калия. Во время роста плодов – целого набора витаминов. Если у нас в грунтовой культуре грунт обладает определённой буферной способностью, вот там заложено удобрение, нам нужно уменьшить их содержание, а мы этого сделать не можем, поскольку он уже есть. То при малообъёмной технологии мы можем посредством подачи питательного раствора либо уменьшать, либо добавлять тот или иной компонент питания. И тем самым регулировать рост и плодоношение. Цеха, где выращивают зелень, похожа на операционную. Белые лотки с салатами. Им вата не нужна. Капля по капле к каждому горшочку течёт питательный раствор. Как в вену через капельницу. Это называется проточная гидропоника. Маленький горшочек с рассадой салата помещается в лоток, куда несколько раз в час компьютер подаёт питательный раствор. В паузах между поливами корни прекрасно дышат. Под воздействием правильного питательного раствора сроки возревания салата сокращаются в три раза. По своей биологии салат имеет 100 дней, 110 по развитию. От начала посева до получения продукции. Гидропоника позволяет ускорить этот процесс. И мы получаем эту готовую продукцию в зависимости от сезона от 28 до 34 дней. Особенно это актуально Южный Сахалин, где люди практически, да, считаете, вечная зима. Там Якутия и прочее. То вот салат, это, конечно, приносит очень большую пользу. Благодаря гидропонике кусты салата получаются чистыми. Укладчик достаёт из лотка горшочек с салатом, обрабатывает корни, упаковывает и отправляет на склад. Сочным и свежим такой куст остаётся до 7 дней. В каждом современном агрокомбинате теперь свой гидрометцентр. Компьютер не только кормит растения, он за ними ухаживает. Следит за погодой в теплице, чтобы корням было тепло, а верхушкам не душно. На 80% рост и развитие растений зависит от микроклимата в теплице. Есть метеостанция, которая измеряет направление ветра, скорость ветра и наружную температуру. И уже в соответствии с этим программа рассчитывает, какую необходимую температуру подать в трубы. Скорость ветра, направление это очень важно, потому что если направление ветра север и температура достаточно низкая, то температура в теплице будет падать гораздо быстрее, например, если будет ветер южный. Листья огурцов примерно в 4 раза больше обычных. Но это не последствия воздействия на растения и химии. Такими они стали благодаря законам природы. Это больше всего погодные условия повлияли на развитие листа, потому что сейчас погода в России пасмурная. Ввиду этого растение как бы себе компенсирует недостаток света. Когда света недостаточно, лист увеличивает количество хлоропластов за счет своей площади. Так? И начинает фотосинтезировать и расти с тем светом, который у него есть. Если бы света было больше, тогда бы площадь листа была бы меньше. В обычных теплицах после сбора урожая на месте сорванных плодов огурца ничего не растет. Новые зеленцы завязываются ближе к макушке растений, отчего стебель неудобно вытягивается и становится хрупким. В современной теплице процессом плодоношения огурца научились управлять. Если мы хотим, чтобы огурец зацвел, мы немножко понижаем температуру, если мы имеем возможность в летний период, да, ночные, дневные. А на период плодоношения мы как бы ускоряем, мы повышаем температуру. Благодаря маленькой хитрости трехметровый куст исправно плодоносит, давая урожайность в 35 килограммов с квадратного метра, вместо 20 при дачном способе выращивания. Томаты устроены по-другому. У него закладываются кисти все заранее. То есть, если кисть собрали, то на этом месте уже кисть не вырастет. Вырастет только побег, а из него вырастет, будет закладываться кисть. Современный тепличный помидор краснеет на два месяца раньше своего обычного собрата с дачного участка и плодоносит дольше, не по конец августа, а до начала декабря. Побочный эффект такого овощного прогресса – длина стебля. Он вытягивается до 10-12 метров. Это высота четырехэтажного дома. Овощеводы придумали, как с этим бороться. Стебель укладывается параллельно лотку с субстратом. Макушка отодвигается. Метод называется приспусканием. Вся жизнь растения строго контролируется овощеводами. Изначально на одной ветке томата образуются до 8 плодов. Но получаются они, один другого мельче и зреют долго. Для фабрики овощей такие сроки недопустимы. Овощеводы вручную формируют кисть. Стараемся по 4 плода на одной кисти формировать, потому что они более качественные, более крупные. Наш покупатель в России любит крупный томат. Это бифтомат. То есть мелкие томаты, в принципе, у нас в России как-то не очень любят. Благодаря науке агрономы отказались от услуг насекомых. Селекционеры вывели самоопыляемые огурцы. Это значит, что переносить пыльцу с одного растения на другое уже не надо. Плод просто разрастается из зеленца. Но в таких плодах отсутствовали семена. Потребителям это не понравилось. Русские люди, они привыкли больше к пчелопыляемым. Во-первых, у них уже и семена закладывают. Все-таки мы говорим студентам, что по пищевой ценности огурцы, что портенокорпический, что пчелопыляемый одинаково. Но согласитесь, раз в плодах заложены уже семена, то что-то в них все-таки есть, чего нету в бессеменах. В компьютеризированных теплицах работают парниковые шмели. Несколько лет назад специалисты разработали одноразовые переносные ульи. В картонную коробку закладывается маточник с расплодом – личинками шмелей. Минимальное количество сахарного сиропа позволяет вылупившимся насекомым набрать массу и подрасти. Далее они вылетают из своего искусственного дома и отправляются за пыльцой. У томатов шмели еще и влияют на массу плода. Раз лучшее опыление, значит, в плодах закладывается большее число семян. А раз большее число семян, то и сам плод становится более крупным. Это основное, за счет чего происходит увеличение урожайности при использовании шмелей. Лаборатория по воведению энтомофагов. Здесь выращивают насекомых, которые будут бороться с вредителями. Один из самых опасных паразитов – белокрылка. Белокрылка угнетает практически все выращиваемые нами культуры. Растения начинают развиваться гораздо медленнее, качество урожая снижается. Поэтому приходится искать методы борьбы с тепличной белокрылкой. Белокрылку почти не видно. Крошечный паразит присасывается к изнанке листа, пьет сок. Урожайность падает до 60%. Раньше ее травили гербицидами. Но даже самый безопасный ядохимикат откладывается в плодах и вместе с овощами попадает в организм. Альтернатива гербицидам – полезный клещ макролофус. К растению подносится пробирочка, с листочка. Макролофус аккуратненько сталкивается в эту пробирочку. Соответственно, отверстие прикрывается и так набирается макролофус. Один, второй, третий. Выпускаем очаги, где нашли белокрылочку. И макролофус, начиная работать, постепенно освобождает нас от этого вредителя. В современных теплицах урожай собирают через день. А выщеводы на специальных аккумуляторных стремянках пробираются в овощные заросли. Приоритете специалиста без страха высоты. От тележки до земли больше двух метров. Высокая тележка, конечно, мы еще подбираем все-таки людей, которые, залазяя на эту тележку, все-таки не боятся высоты. Потому что, кто боится высоты, конечно, на такой тележке проблематичная работа. Хотя у нас есть пояса, есть страховка, то есть, чтобы она не упала. Да, это все есть у нас. Огурцы собирают, как только они достигнут 20 сантиметров. У томатов четыре категории. Экстра – самые крупные, спелые и дорогие. Первый сорт – чуть меньше, либо менее спелые. Вторая категория – томаты среднего размера. И некондиция – плоды или слишком мелкие или неправильные формы. Для покупателя разница лишь в цене. По вкусовым качествам представители всех четырех категорий совершенно не отличаются. Недозрелыми помидоры собирают, потому что неплохо переносят транспортировку. Красный цвет – бурые плоды добирают на складе или на прилавке. За рубежом сроки хранения томатов увеличивают, опрыскивая их специальным раствором. Отечественную продукцию, как утверждают агрономы, можно употреблять прямо с грядки. Если, опять-таки, в помидоре, в самом плоде, там, и азот, и фосфор, и калий, там, особенно калий, содержатся в нормальном количестве, и выращено растение тоже в микроклимате в нормальном, да, в том, который должен быть, то, соответственно, плод хранится поэтому долго. Роспотребнадзор тщательно проверяет каждую партию продукции. Овощи с нитратами и пестицидами на прилавки не попадают. Отечественные агрокомбинаты в питательных растворах не используют химические стимуляторы роста. Одна из самых современных разработок агроинженеров – теплица по методу аэропоники. В России она пока в единственном экземпляре. Купола с целлофана высотой 10 метров. Площадь – в половину футбольного поля. Здесь помидоры, огурцы и салаты выращивают в воздухе. Метод называется аэропоника. Аэропоника – способ выращивания растений, при котором корни находятся в воздухе. А все необходимые для развития вещества поступают с питательным раствором через систему непрерывного орошения. Первым проноваторский способ овощеводствия в своих трудах упомянул известный советский ботаник Владимир Арцеховский. Еще в 1918 году он пророчил аэропонике будущее в южных засушливых районах. Теплица установлена на асфальте или бетонной подушке. Внутри – пирамиды и колонны. В них растут овощи и салаты. Рассаду высевают привычным способом – в грунт. Потом пересаживают. Для пересадки рассады вот в эту колонну используют вот такие кубики из поролона. Для этого в этих кубиках делается надрез примерно до половинки кубика. И вот этот надрез помещают в рассаду. Вмещают рассаду таким образом, чтобы сибель с листьями находился на одной стороне кубика, а корень выходил за другую сторону кубика. Вот примерно таким образом. В таком виде кубики помещаются в трубке данной колонны. Буквально одно движение и кубик на месте. Внутри колонны – система полива, шланги и форсунки. Компьютер, анализируя температуру, влажность в теплице и снаружи, примерно раз в 10-15 минут запускает опрыскиватель. Питательный раствор подается в виде взвеси. Через микрокапли корни впитывают все необходимое для роста и плодоношения. При этом они просто висят в воздухе, но не пересыхают. Лишний раствор стекает в систему дренажа, фильтруется от примесей и снова подается на растения. Для того, чтобы получить килограмм томатов в открытом грунте, для растения необходимо 200 литров воды. В данном случае воды требуется только одна десятая часть от воды, потребляемой растениями в открытом грунте. В обслуживании такая теплица достаточно проста. Компьютер следит за ростом растений. Задача человека – высадить рассаду и собрать урожай. Частота отверстий в колонии регулируется в зависимости от культуры. Согласно исследованиям агрономов, по производительности этот метод превосходит гидропонику. С одного квадратного метра можно получать 200 килограммов листового салата, 200 килограммов укропа, петрушки, кинзы и других овощных растений. По огурцам с одного квадратного метра в год можем получать 60 примерно килограммов огурца и где-то 50-55 килограммов томатов. В чем тонкое место этой технологии? Зависимость от энергоснабжения. Вот случись, отключили электроэнергию по какой-то причине, корневая система быстро пересыхает и уже ничего невозможно сделать. При малообъемной технологии здесь все-таки определенный запас влаги есть, вот в этом субстрате. И в случае какой-то сложности, важной необходимости, можно взять и шланга дополнительно полить. Аэропоника, к сожалению, не обладает вот этими особенностями. За вкусовые качества взялись ученые генетики. Последняя разработка станции искусственного климата «Биатрон» Российской Академии Наук – томаты со вкусом тропического фрукта. Это помидоры как раз с геном суперсладкого белка из томата кокоса Даниэля, отобранные уже по хозяйственным ценным признакам и практически ничем не отличающие от исходного сорта, за исключением некоторого изменения вкусовых качеств и сладкого вкуса. Экспериментальный сорт родился в лаборатории. Для генных инженеров технология достаточно проста. Лист обычного томата разрезается, чтобы точнее попасть в клетку. В разрез добавляется капля раствора, насыщенного бактериями. В данном случае – генами суперсладкого белка. Далее агробактерия взаимодействует с клеткой и заставляет ее изменить свои свойства, то есть стать более сладкой. Фрагменты листа помещаются в стерильный инкубатор. Измененные клетки прорастают, остальные отмирают. Потом из этих клеток вырастают отдельные маленькие проростки, то есть закладываются почки, и получаются небольшие растеницы, которые мы в дальнейшем размножаем в условиях искусственных инвитера, мультиплицируем, потом помещаем на другую среду, где они укореняются, образуют предаточные корни, а в дальнейшем переносим в теплицу. В привычном и даже суперсовременном овощеводстве такое невозможно. Для рождения нового растения нужны или семена, или черенки. В данном случае полноценная рассада из одной клетки – это не волшебство. Это наука, генная инженерия. Согласно ее постулатам, в измененном растении сохраняются все новые признаки, то есть из плодов подслащенного томата можно получить семена, посадить их, вырастить новый урожай и так до бесконечности. Ученые объясняют, вся многовековая история выведения сортов растений – это не что иное, как вмешательство в геном. К примеру томаты. Человек взял дикорастущий помидор и год за годом скрещивал его сорта с разными особенностями. Добивался нужных размеров плода, высоты и густоты ботвы. Каждое изменение свойств растений – вмешательство в ДНК и выключение целой группы генов. На языке ученых – все современные сорта овощей – мутанты, закрепленные селекционным способом. Когда мы занимаемся генной инженерией, мы целенаправленно переносим 1, 2 или 3, как в золотом рисе, например, 6 генов. Но этот процесс контролируемый. А природный мутагенез, как вы понимаете, неконтролируемый. Если вот с точки зрения обывателя, то любой обычный сорт, полученный в результате отбора мутаций, теоретически может, конечно, нести гораздо большую угрозу, чем трансгенные растения. Новая разработка станции искусственного климата – томат со сроком хранения 100 дней, вместо двух недель, как у обычных помидоров. За наукой будущее. Население планеты увеличивается, плодородные земли сокращаются. Писатели-фантасты пророчили появление безлиственных растений-мутантов, у которых будет только стебель, повешенной томатами или огурцами, неестественно больших размеров, чтобы всем хватило. Агрономы и селекционеры в такой сюжет не верят. Даже в современных теплицах без листвы растения не существуют. Через ботву они синтезируют необходимые вещества и отдают их плодам. Будущее овощеводства – агрогорода. Огромные комплексы небоскребы, где на разных этажах, в цехах будут созревать не только томаты и салаты, но и яблони, бананы и даже морская капуста. Фантастика. Но еще 20 лет назад никто не мог предположить, что овощи будут расти на весу, без земли, а поливать их будет компьютер.